здравствуйте меня зовут василий мельяненко сегодня предлагаю пожарить стейк потому что вопросов в соцсетях очень очень много о том какие же нюансы существуют о чем нужно знать перед тем как готовить настоящий стейк причем я подчеркиваю из говядины стейками называют все куски мяса как только не называют и куски свинины стейками еще чё-то и курицы стейк имеется в виду кусок говядины который предназначен для жарки что нужно знать для того чтобы получить отличное качество у себя на сковороде нужно во первых выбрать правильный кусок а их существует несколько риба из триплоин у нас это премиальные куски самые мягкие самые дорогие дальше идут альтернативная труба это чакрол это вот то что у меня сегодня лежит на доске чакрол это начало рибая его тоже можно жарить здесь есть жилки и некоторые места довольно жесткие но некоторые производители хорошо защищают и можно он даже выглядит как рибай и можно заменить рибай конечно не полностью но тем не менее это очень хороший кусок для жарки также есть стейк пекания также есть стейк который называется flat iron также есть стейк скерт также есть флэнк стейк это основные стейки которые можно жарить которые мягкие и которые вы с удовольствием покушаете и так я взял чакрол на упаковке было написано что нужно его подержать 20-30 минут при комнатной температуре перед тем как жарить все это чушь собачья его нужно держать минимум блин часа полтора то едва не верьте всем поварам они делают все по наитию и поэтому иногда временные рамки искажаются я конкретно сегодня засек время этот стейк у меня пролежал два с половиной часа в вакуумной упаковке при комнатной температуре потом я его открыл и он еще час лежал у меня открытый я его сейчас промокнул салфеточкой для того чтобы убрать лишнюю влагу для чего мы это делаем для того чтобы стейк нагрелся чем ближе температура стейка комнатной температуре тем легче поймать прожарку которая вам нужна и так стейк у нас готов что с ним нужно сделать в первую очередь как я уже сказал мы промокнули его салфеткой все сформировали нужно на него посмотреть во первых он должен быть весь светлый не знаю ярких цветов никаких черных там синих подпален каких-то непонятных распавшихся волокон быть не должно смотрим мраморность как вы видите в этом куске очень много жира то есть мраморность довольно высокая запомните чем выше мраморность тем больше прожарку вы должны сделать или получить при старании то есть чем больше жира в мясе тем прожарка должна быть медиум медиум в л или даже в некоторых кусках с огромным количеством жира даже может быть в л дан почему объясню потому что весь жир внутри куска должен расплавиться я вас уверяю невкусно кушать кусок мяса с сырым жиром внутри то есть его медиум р и прожарка для сильно мраморных кусков в принципе на мой взгляд нужно запретить и чтобы рис в ресторане шеф-повара не спрашивали вас какой вас прожарки а рекомендовали прожарку для этого куска мы вам рекомендуем прожарку медиум и медиум в л вы тогда понимаете что это жирный кусок и он должен быть именно такой прожарки если же это филе миньон то конечно вы можете полусырым его съесть и он у вас будет мягкий и вкусный никакого лишнего жира у вас там во рту не будет и это будет вот но для постных кусков допустимы прожарки медиум и в и в и и ниже до медиум р р и дальше вроде бы все объяснил как только у нас кусок нагрелся мы его обтерли полотенцем сухим мы его немного солим некоторые шефы скажут типа почему солить на это нужно делать потом ребят солить можно сразу же не переживайте потому что мы же не оставляем солью кусок мяса этот еще на час вот если его оставить на час вся вода из него выйдет нафиг и вы ничего путнего не получите когда мы собираемся его жарите сковорода уже горячая но посолите вы его и начинайте жарить в чем проблема то никакая вода оттуда не вытечет ничего с ним происходить не будет все это блин сказки и враги попробуйте пожарить две тысячи стейков тысячу стейков пожарить без соли от ищу солью ничего вы поймете что нет никакой разницы в этом во всем и так увести усиливаем огонь и добавляем чуть-чуть масла чуть-чуть на сам кусок сковороду ни в коем случае лить нельзя нельзя ни за что ни про что вот так обваливаем кусок в масле для чего тут жир да но масло нам нужно для того чтобы усилить влажную среду казалось бы мы вытерли воду салфеткой но делаем влажную среду с помощью масла именно масло смотрите что происходит дальше как только сковорода раскалилась это может быть сковорода гриль но я сегодня намеренно использую обычную сковороду подтверждая факт о том что стейк можно пожарить хоть на коленке теперь мы отправляем стейк который у нас в масле и посоленной сковороду чем дольше вы жарите с каждой стороны на сковороде тем больше вы обжигаете край мяса и поэтому может быть и прожарка у вас внутри будет идеальная но сверху будут белые прожаренные стенки у куска поэтому много времени на это не уделяйте и переворачивайте несколько раз во время обжарки для того чтобы одна сторона не выжигалась есть конечно моменты о том что по 2 минуты с каждой стороны потом еще по две минуты на медленном огне но представляете что вот двухсантиметровый кусок как он будет выглядеть он будет выглядеть как сухарь даже если он внутри останется у вас сыром сверху будет выжженный как пустыня сахара и так я перевернул четыре раза за две минуты стейк теперь я беру противень и что я делаю я отправляю стейк вот сюда да зачем это делаю для того чтобы отправить его в духовку у меня стоит 160 градусов от четырех до шести минут зависимости от того как греет ваша духовка но когда пройдет 4 минуты поглядите на него да если уже начинает отходить влага то доставайте у чакрола особенные волокна поэтому влага может уходить чуть раньше у рябая более плотное мясо у стриплой на более плотное мясо поэтому их можно додержать там 6 минут 7 минут но вы должны запомнить очень важную вещь температура внутри куска мяса для прожарки медиум должна быть 55-57 градусов не больше если вы хотите прожарку медиум вэл тогда вы должны добавить к 57 еще несколько градусов и получается что медиум вэл у нас примерно 58 63 в этом диапазоне где-то у нас медиум вэл там могут быть немножко вариации в зависимости от плотности с волокон и и от толщины куска завал да нам есть еще прожарка которая достигается 100 градусов температура внутри куска достигается 100 градусов называется овер кукт или туал дан то есть вдвойне пережаренная то есть там конечно же вообще никакой влаги никакого сока нет потому что температура внутри куска доходит до 100 градусов нам же нужно 55 градусов максимум прошло 4 минуты я сейчас поставлю вот сюда через 4 минуты начала выделяться влага из куска чтобы дальше этого не происходило и кусок не терял влагу его достал он вот сейчас у нас отдохнет примерно где-то 3 минуты и мы будем резать и смотреть что у нас получилось внутри кстати у меня есть термометр мы можем сейчас как раз во время остывания поглядеть сколько у нас градусов в центре куска 51 52 53 ну вот 53 градуса это уже хорошо это уже хорошо с краю может быть больше 58 59 то есть с краю здесь до 60 градусов у нас дошло то есть медиум вэл в принципе для сильно жирного куска вот медиум вэл это хорошая прожарка поэтому я надеюсь сейчас когда мы разрежем мы получим то что я планировал во время того как кусок мяса отдыхает вот здесь его хорошо бы поперчить для того чтобы высокая температура мяса как раз нагрела черный перец и он заиграл вот своим ароматом вот этим который очень привлекает многих и перец не зря считается одной из самых лучших приправ для мяса причем именно для жареного три минуты прошло пора резать стейк вот вот смотрите здесь нет никаких никакого выжженного края все равномерно ровно красиво розовое внутри сок весь там все прожаренное прям великолепно поэтому я считаю что мы достигли той самой нужной прожарки для этого стейка именно так должен быть пожарен стейк следите за тем чтобы у вас все потребности ваши или ваших друзей были оправданы если вы хотите прожарку более сильную но держите его там до сколькну сколько хотите сделайте well да он будет не такой сочный но при всем при этом когда в куске мяса много жира даже well done будет вкусный поэтому следите за жирностью при выборе мяса на полке магазина видите вот здесь мы как бы получается что и вот эти прожилочки и тут все прям великолепно и каждый кусок который вы отрезаете он прям смотрит на вас и просится в рот и говорит а съешь меня хозяин съешь мне блин да вообще супер пожарили стейк вот эта часть чак ролл например у меня в ресторане он ниже по цене потому что закупочная цена ниже и он такой же мягкий как рыбай и определенные части чак ролла прям реально один в один по мягкости по вкусу как рыбай поэтому он во первых когда меню становится дешевле чем премиальные куски народ с удовольствием его покупает но это будет действительно вкусный только единственно что я вам скажу нужно выбирать мясо от проверенного поставщика я не буду называть бренд но оно должно быть выдержанное нельзя купить на рынке мясо и пожарить его она будет у вас мягким это невозможно здесь для жарки должно быть только выдержанное мясо то есть вызревшие свежину вы никогда с рынка не пожарите но не будет у вас нет пожарить мягко но не будет никогда посмотрите какой шикарный розовый внутри весь жирненький вкусный сочный стейк мне не удержаться я уверен что ваши родственники друзья члены семьи когда попробуют то что приготовили вы а вы теперь знаете как это делать вы будете просто богом кулинарии понятно вам приятного аппетита